Девушки отдыхают Да что с тобой? Что это за выражение лица? Я просто немного смущен И чем это? Ну, прежний Чулимо был красивым и интересным, настоящий мужчина Но с тех пор, как я узнал, что она девушка, она для меня как птичка, милая и беззащитная Она так прекрасна, и мне хочется прижать её к груди и защитить от всех неприятностей Ты же не... В тот вечер, когда я получил титул преемника-вождя, мы с Чулимо вместе любовались Луной, и я случайно оказался к ней очень близко Я даже не заметил, как это произошло Но с того вечера я снова и снова вижу её в своих мечтах, и ничего не могу с этим поделать Я понимаю, это значит, ты влюблён в Чулимо? То, что ты чувствуешь, любовь? Этого не может быть Почему тогда я не чувствовал этого раньше? Потому что раньше ты не влюблялся А сейчас ты по-настоящему влюблён Немного грустно И немного радостно Грустно? Радостно? Брат Мо? Мусье, хорошо, что ты здесь Лимо Я здесь, чтобы попрощаться с вами Ты уходишь? Спасибо, что спасли мне жизнь И за то, что заботились обо мне всё это время Я никогда этого не забуду Лимо Лимо, тебе действительно так нужно уходить? Ты не могла бы остаться? Ты возвращаешься в Центральные Земли? Разве мы плохо к тебе относились? Нет Вы приняли меня как родную Просто в Центральных Землях остались те, кто меня очень ждёт Прошу, поймите меня Лимо, я очень тепло к тебе отношусь Мусье тоже тебя любит? Мы очень хотим, чтобы ты осталась Да Ты побыла здесь всего несколько дней и уже уходишь Ты же обещала научить меня рисовать и писать иероглифы В жизни постоянно приходится встречаться и расставаться Я верю, что мы обязательно встретимся Лимо, пожалуйста, останься ещё на 10 дней Только на 10 дней Через 10 дней состоится церемония коронации Я бы хотел, чтобы ты разделила со мной эту радость Верно Это самый важный момент в жизни моего брата Ты же наш лучший друг Разве ты можешь это пропустить? Хорошо Я останусь ещё на 10 дней И уйду после коронации Прекрасно Вот увидишь Я стану лучшим вождём племени Ценге Лимо У нас прекрасные пейзажи и богатые ресурсы Давай я покажу тебе наши амбары Я думаю, тебе должно понравиться Ладно Только отнесу обратно сумку Хорошо Вот, смотри Лимо Вон там один из амбаров Самый большой В наших амбарах хранятся целые горы риса Посмотри вокруг Это действительно чудесное место Не спеши уходить Подумай хорошенько Почему брат Мо Так странно на меня смотрит? Кто вы? Что вам нужно? Берегись Берегись КОНЕЦ Лимо, ты как? Всё в порядке. Ты правда прекрасна. Вообще-то, Мусюа уже сказала мне, что ты девушка. Прости, я не специально обманывала. Тебе не за что извиняться. А, да, здесь опасно оставаться. Идём. Идём. Если бы не ты, они бы меня убили. Лимо, можешь быть уверена, пока я жив, никому не позволю тебя обидеть. Прости, я не специально скрывала, что я девушка. Я не виню тебя, более того, я счастлив. Да, и нам теперь не обязательно называть друг друга братьями. Лимо, знаешь, как я счастлив, что ты девушка. О, нет. Такое чувство, что он собирается признаться мне в любви. Тогда понятно, почему он обрадовался, что я девушка. Я подберу подходящий момент и объявлю об этом всему племени. О, нет. Что же мне делать? С этой любовью у меня могут быть проблемы. Я знаю, что ты страдаешь из-за своей любви, но прошу тебя, позаботься о своём здоровье. Временами слишком сильная любовь может причинить вред. Влюбившись, мы часто полностью забываем о себе. Командир Ди, вы вернулись. Сестра, ты вернулась. Худэ. Мы все искали тебя всё это время, но нигде не могли найти. Я заставила вас волноваться, да? Мы с Хайтан целыми днями по тебе скучали. Сестра, где ты была всё это время? Меня спас один молодой господин. Молодой? Красивый? Хороший? Где он живёт? О чём ты думаешь? А почему ты пришла без него? Мы могли бы поблагодарить его за твоё спасение. Наверняка. Он намного лучше, чем командир Лен. Он просто спас мою жизнь. Дурочка. О чём ты думаешь? Сестра, наконец-то ты вернулась целая невредимая. Этот командир Лен полный гад. Целыми днями только о Чулемо и думает. А про тебя даже не спрашивал. Сестра, я не хотела тебя обидеть. Просто мне даже смотреть на него противно. Я понимаю. Да. Когда о твоём исчезновении узнал господин Се, он каждый день приходил сюда и спрашивал о тебе. Наверное, отец очень волнуется. Хочешь, я схожу с тобой к твоему отцу, чтобы он не беспокоился? Хорошо. Папа! Яухуа. Господин Се. Слава небесам, ты вернулась. Я так за тебя волновался. Прости, что заставила тебя беспокоиться. Яухуа. Всё это время. Моё сердце так болело. Я ходил в небесное управление каждый день в надежде услышать о тебе хоть какие-нибудь новости. Но всё время возвращался ни с чем. Сестра знает, как волновался господин Се, поэтому она сразу побежала сюда сказать, что с ней всё в порядке. Папа, я же уже вернулась. Не нужно больше волноваться. Яухуа. За эти дни я много о чём подумал. Наверное, тебе лучше уйти из небесного управления. Почему? Господин Се всегда так гордился успехами Сестры Ци. Неужели вы хотите, чтобы она ушла из небесного управления? Девушка, которая проводит каждый день в сверкании мечей, под угрозой смерти. Нельзя так жить. А в этот раз ты так надолго исчезла. И никаких известий. Это счастье, что ты вернулась невредимой. А если бы с тобой что-то случилось, что бы я сказал духу твоей матери? Папа, это была просто случайность. Неважно, случайность или нет. Умирая, твоя мать думала только о тебе. Я поклялся ей, что обеспечу тебе спокойную и счастливую жизнь. С этого момента ты больше не бакуай. Отец, ты же всегда поддерживал меня в стремлении стать бакуаем. Ты всегда так мной гордился. Я уверена, мама не станет на меня обижаться. Пойми, мне было так нелегко вырастить тебя. Единственное, о чём я забочусь, твоё счастье и твоя безопасность. Ты думаешь, ради этого стоит уйти из небесного управления? Я не хочу, чтобы ты была в опасности, не хочу, чтобы ты снова пропала. Я не могу отступить. Я не трус, испугавшийся смерти. Но? Отец, ты служил империи долгие годы, не щадя жизни. Ты и меня этому научил. Как решила стать бакуаем небесного управления, я не допускала даже мысли о том, чтобы бросить всё на половине пути. Яухуа! Отец, я обещаю тебе, с сегодняшнего дня я постараюсь быть предельно осторожной. Я больше не подвергну свою жизнь опасности. Хорошо? Ленсюа, ты правда собираешься сам идти искать Вутина и Лимо? Наставник. Мне кажется, моё сердце остановилось. В тот день, когда они пропали. Я должен их найти. Ленсюа, четвёрка избранных уже потеряла Вутина. Если ты сейчас уйдёшь, боюсь, Аншиген постарается избавиться и от тебя. Меня уже давно не волнует ни моя жизнь, ни моя смерть. Я не тот, кто боится умереть. Быть запертым сейчас в небесном управлении хуже смерти. Я прошу вас, хорошо. Я согласен. Но будь предельно осторожен. Ты должен вернуться целым и невредимым. Наставник, не волнуйтесь. Господин Лен, обязательно найдите Лимо и верните её обратно. Не сомневайся. Брат Лен. Командир Ци, вы вернулись. Яухуа, как ты? Где ты была всё это время? Я была ранена, но, к счастью, один добрый человек меня спас. Добрый человек? Он действительно очень хороший. Я буду благодарить его всю оставшуюся жизнь. Слава небесам, ты в порядке. Да, наставник Джу сказал, ты уходишь искать Вутина и Лимо? От них до сих пор нет никаких известий. Я не могу сидеть сложа руки. Я должен найти и вернуть их. Ещё один помощник тебе не помешает. Я иду с тобой. Не надо. Брат, Вутина и Лимо, служащие Небесного управления и мои друзья. Раз ты решил их найти, я тоже хочу сделать всё, что смогу. Но это опасно. Я уже договорилась с наставником. Он сказал, так будет лучше. Мы сможем прикрывать друг друга. Раз так, отправляемся немедленно. Хорошо. Я их ни за что не отпущу. Брат Лен, ты никуда не пойдёшь. Не будь такой упрямый, а? Лен Сюй уходит по важному делу. Важному делу? Какому ещё делу? Искать эту Челему – это важное дело? Я принцесса. Мои дела – самые важные дела в мире. Брат Лен уже всё решил. Не мешайте ему, принцесса, я прошу вас. Ты? Челему хочет отбить у нас брата Лена, а ты её защищаешь? Мы собираемся найти пропавших служащих Небесного управления и руководствуемся необходимостью. а не личными чувствами. Я тебе не верю! Они же сказали, это официальное расследование. Ву Тин и Лимо упали со скалы. Наставник Джу приказал найти их. Да? А почему он тебе это не приказал? Потому что Лимо… Потому что Лен Сюэ беспокоится о Ву Тине. Плевать. Я не позволю Лен Сюэ уйти. Где они? Быстрее за ними! Где они? Куда они делись? Быстрее догони их! Каким образом? Они ушли! Я приказываю им сейчас же вернуться! Они уже далеко. Не видишь? Даже ты не хочешь мне помочь! Ты вообще мне друг? Ты же его знаешь. Если он решил уйти, его никто не остановит. А я хочу, чтобы он остался. Кто виноват, что он мне так нравится? А ты его спрашивала, нравишься ли ты ему? Ты… Даже ты надо мной издеваешься! Мне так плохо, вместо того, чтобы помочь, ты надо мной смеёшься. Я не смеюсь. Просто ты ведёшь себя, как ребёнок. Ты… Зачем ты так говоришь? Ты же мой единственный друг. Ты должен не осуждать меня, а помогать мне. Для тебя я только друг детства. Глаза и уши, чтобы передавать новости Олен Сюэ. Место для твоих истерик и слёз. Утешение для твоего разбитого сердца. Когда ты счастлива, я смеюсь вместе с тобой. Когда ты расстроена, я тебя утешаю. Когда ты делаешь глупости, я тоже их делаю. Боль, которую ты испытываешь, жжёт моё сердце ещё долгое время. Но всему есть предел. Я думала, ты сам хотел делать это для меня. Я и правда хотел делать это с тобой. Но делать глупости больше не хочу. Смотреть на твою жалкую любовь слишком тяжело. Джоэминчик, пожалуйста, помоги мне, помоги мне. Любовь не удержишь императорской стражей. И по приказу императора она не вернётся. Джоэмин! Джоэмин! Брат Лен, мы знакомы уже пять лет. Мы вместе вели расследование, часто рисковали своими жизнями. Как ты мог сомневаться, что я захочу тебе помочь? Честно говоря, Честно говоря, именно это я хотел бы с тобой обсудить. Можешь не говорить. Неужели ты думаешь, что за это время я не успела тебя изучить? Но я чувствую, что... Я знаю. Я всё понимаю. Нельзя заставить полюбить. Не судьба, значит, не судьба. Я уже давно это поняла. Так что я просто помогаю тебе найти Лимо и Вутина. Так и мне будет легче. Я ухуа. Спасибо. За что спасибо? Идём. Идём. Повелитель. Час назад Ленсю и Дзияухуа покинули столицу. Совершенно верно. Повелитель, желаете, чтобы люди из шестого департамента задержали их, по подставному обвинению. Ты со своими людьми будешь просто следить за Ленсюэ. Повелитель, я думаю... Ты думаешь? Думаешь, ты умнее меня? Я не это имел в виду. Запомни, Чунтон. Кровь Ленсюэ очень важна для нас. Ему нельзя причинять вред. Да, убийство Ленсюэ разрушит все ваши планы. Но... Но что? Пока Ленсюэ нет в столице, мы могли бы воспользоваться шансом и избавиться от принца Джуи Джуге Джунво. Тогда Ленсюэ останется без поддержки. В данный момент от их убийства для нас никакой пользы. Это только смешает все мои планы. Тогда все должно идти четко по моему плану. Сейчас от Ленсюэ мне нужно только одно. Его кровь. Я понял. Постарайся схватить Ленсюэ живым. Вот твоя задача. Я вас не подведу, повелитель. Деву, ну как, хорошо, я танцую. Лимо, вот ты где. Мы давно уже тебя ищем. В доме было скучно, вот и решила прогуляться. Я хочу пригласить тебя на наш традиционный праздник цветущих орхидей. Праздник цветущих орхидей? А что это? Это как в центральных землях праздник двойной семерки. Это праздник всех влюбленных. Ты можешь признаться любимому человеку. Лимо, я приготовил для тебя одежду женщин племени Ценге. Я хочу, чтобы во время танца ты сияла как богиня. Но я не умею танцевать. Не волнуйся, я научу тебя танцевать наш традиционный танец. Иди переоденься. Скорей, быстрей. Я хочу быстрее подарить это ему. Я тоже. Я так старалась сделать этот подарок. Скорей, быстрей, скорее. Лимо, ты такая красивая. В будущем мы обязательно будем настоящими сестрами. Идем, я расскажу тебе, как мы празднуем. Так. Влюбленные встречаются, два сердца сливаются в одно, начинается праздник цветущих орхидей. Ваши обычаи такие интересные. Обычно парни признаются девушкам. Да, что насчет тебя? У тебя есть любимый человек? Мне кажется, он здесь. Брат Мо? Лимо, ты сверкаешь как бриллиант. Нет, даже бриллиант померкнет рядом с такой красотой. Я так хотел увидеть тебя в традиционном костюме племени Цинге, и сегодня мои мечты стали реальностью. Лимо, я так счастлив, что небеса послали мне тебя. По нашим обычаям, в этот праздник девушки дарят подарки парням, но сегодня я изменю обычай. С этим кинжалом я долгие годы не расставался, но теперь я передаю его девушке, которая сияет для меня ярче солнца. Я не могу его принять. Почему? Мне нужно найти свою маму и друзей из небесного управления. Я не могу остаться здесь. ты можешь привести их всех сюда. Пусть племя Цинге изолировано от внешнего мира. Ради тебя я нарушу это правило. Нет, 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 не нужно ради меня нарушать правила. В прошлом тебе многое пришлось пережить. Само твое падение со скалы уже трагедия. Такая прекрасная девушка не должна так страдать. Братмо, ты ошибаешься. Я совсем не страдала. Не пытайся скрыть это от меня, я же вижу. Вскоре я стану вождем племени Цинге. Если ты станешь моей, я смогу исполнить любое твое желание. Да, скоро ты станешь вождем племени Цинге. Здесь много девушек, лучше и красивее меня. Но подарок, посланный мне небесами, это ты, Лимо. Я смог стать преемником вождя только после того, как рядом со мной появилась ты. Ты моя счастливая звезда. Я правда не могу принять этот подарок, честно говоря, в моем сердце уже есть мужчина. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Я не хочу слышать, как ты произносишь имя человека, которого любила. В любом случае, раз ты теперь здесь, он остался в прошлом, а сейчас перед тобой будущий вождь племени Цинге. Посмотри на выйти за меня. Благодарю тебя за добрые намерения, но я вынуждена отказаться. Лимо, помнишь, когда на нас напали, твои волосы растрепались, и ты была так прекрасна. В тот момент я решил, что буду защищать тебя всю свою жизнь. Этот кинжал я оставляю тебе. я верю, что однажды ты меня полюбишь. Брат Мо! Не знай-ка, ну как я сыграл? Очень хорошо. Вот, поешь. Дай мне маленькое, а себе возьми побольше. Так нельзя. Ты маленький, так что должен есть больше. Такое сладкое. Ты же никуда не уйдешь. Ура! Мне не придется больше есть и спать в одиночестве. И всегда будет с кем поиграть. У меня теперь есть старший брат. Не знай-ка, я буду собирать для тебя фрукты, а ты научишь меня играть на флеете, ладно? Хорошо. Ура, теперь у меня есть старший брат. Мелкий гаденыш, вот ты где. Ты заставил меня весь лес облазить. Не знай-ка, они хотят меня забрать. Отвали. Не лезь не в свое дело. Пожалуйста, помоги мне. Эй, вы, зачем вам этот ребенок? А тебе что за дело? Они торгуют людьми. Я не позволю вам продать малыша Дина. Ты меня ударил? Взять его! Малыш Дин, беги, скорее! Стоять! Но ты даешь ругаться с принцессой на глазах у всего небесного управления? Я был очень зол. Просто не сдержался. Все равно нужно было головой думать. Не мог найти место, где хоть людей нет. Слушай, когда ты очень обижен, в состоянии логично мыслить? Сохранять спокойствие? Нет, я хотел сказать... Что ты хотел сказать? Ну да, я поругался с принцессой. Вообще-то я думал, что ты хочешь меня поддержать. Я не за нагоняем сюда пришел. Ты представляешь, какие последствия вызовет твоя ссора с принцессой? Какие? Всем рты не позатыкаешь. Скоро обо всем этом узнает и наставник Джу. Самое большое, что он сделает, слегка меня поругает. Да не в этом дело. А дойдут и до императора? А ты думаешь, нет? Император в запретном городе. Откуда он об этом узнает? Слушай, когда я приглашал тебя выпить, все небесное управление, включая повариху, было уже в курсе событий. И что, к тому времени, как мы отсюда выйдем, в курсе будет уже вся столица. Император тоже, можешь не сомневаться. Не надо меня пугать. Думаешь, я пугаю? Принцесса Цзэлуа, любимая дочь императора. И вдруг ее кто-то обижает. Ты правда думаешь, император не станет с этим разбираться? Так что я тебе предлагаю побыстрее успокоить принцессу, пока ситуация не стала неконтролируемой. Я к ней не пойду. Ого, так решительно. Как я всегда к ней относился. Вы же все видели. Да я же ее боготворил. А она со мной как с игрушкой играется. Иди сюда, иди туда, потому что она так хочет. Надоело. С меня хватит. Спорим? У тебя это пройдет максимум через три дня. Собачонкой послушной будешь у ее ног прыгать. Клянусь, если я сам пойду к ней мириться, через три дня покончу с собой. Не перегибай, а? Когда император признает тебя виновным, скажет мне просить прощения у принцессы, не пройдет и три дня, как я покончу с собой. Пусть принцесса увидит, каким решительным я могу быть. Так твое самоубийство это чтобы она тебя заметила? Что ты сказал? Ладно, вижу, на этот раз ты действительно разозлился. Как настоящий мужчина, я сделаю так, как сказал. Запомни мои слова. Я к ней не пойду и меня никто не переубедит. И? Наконец-то вы вернулись. Но от вас и спиртным несет. Это ты вытащил его пьянствовать? Лично подбиваешь его на какие-нибудь гадости? Все сказала. Это он вытащил меня пьянствовать и это он подбивает меня на гадости. Ты пригласил его выпить? Джоэмин был расстроен, я просто выпил пару чашек за компанию. Что тут такого? Его расстройство это его проблема, ты тут причем? Он сам поругался с принцессой Дзелуа. Супер! Так все небесное управление уже в курсе. Тебя искал наставник Джу. Видишь, наставник уже знает. Потрясающе наставник уже в курсе. Имей в виду, если ему опять захочется с расстройства напиться, ты с ним больше не пойдешь. Больше никаких подожди меня! И-И! Отвечай, о чем вы там говорили? Мы говорили с женщинами столько проблем. Ну-ка, повтори. С женщинами одни проблемы. Это он сказал. Я такого не говорил. Все, я иду спать. подожди. Еще не время действовать. Дождемся, когда они выйдут на открытую местность и тогда. И дальше что, убьешь его? Повелитель приказал схватить Ленсюи живым. Боевые навыки Ленсюи очень высоки, к тому же он там не один. Взять его силой не получится, его можно только обхитрить. Брат Лен, это же было здесь, да? Определенно здесь. Брат Лен, смотри. Это клочок моей одежды. В тот день на ней была моя одежда. Я достоин презрения. Я столько лет служу в небесном управлении. Я могу найти пропавшего человека, затерявшегося как иголка в стоге сена. И я ничего не могу сделать для своих людей. Брат Лен, не спеши себя винить. Это всего лишь клочок одежды. Это еще ничего не доказывает. Еще есть шанс, что Лимо жива. Лимо, где же ты сейчас? Лимо, что интересного продают на столичном рынке? Разная косметика, еда, одежда и ткани. На любой вкус. Как раз то, что мне нравится. Я так хочу побывать в центральных землях. Если хочешь, идем вместе со мной. Спешите видеть, спешите приобрести. Спешите видеть, спешите приобрести. Один человек за сотню монет. Спешите видеть, спешите приобрести. Он торгует людьми? Это ужасно. Эти работорговцы все такие. На людей им плевать. Подойдите поближе. Взгляните! Спешите видеть! Господин Вутин? Один человек за сотню монет. Это и правда ты. Он вам нравится? Нравится? Как ты сюда попал? Я так за тебя волновалась. Так здорово, что ты живой и невредимый. Кто ты? Я жалемо. Ты что меня не узнал? Гляди, этот парень такой молодой и сильный. Охотится рубить дрова, носить воду, пасти овец. Он все может. Он мой друг. Быстро развяжи его. Развяжи его. Слушаюсь. он действительно твой друг. Похоже, он тебя не узнал. Ты не могла ошибиться? Нет, это точно он. Господин Вутин, я Лимо. Ты узнаешь меня? Они ловят людей и продают их. Ловят? Ты же владеешь боевыми искусствами. Как они могли тебя Они напали на меня и малыша Дина, а потом ударили меня по голове. Слава небесам, малыш Дин успел убежать. Малыш Дин? Кто такой малыш Дин? Малыш Дин, мой младший брат. Брат? А ты помнишь Лен Сюэ, Джаймина, Тэшо? Они наверняка очень за нас волнуются. Кто это? Я их не знаю. Откуда у вас этот человек? Я его перекупил. Я понятия не имею, откуда он. Хозяин, возьмите эти украшения, я его покупаю. Нет, позволь мне, я пришлю деньги чуть позже. Да, госпожа. Отдай мне мою флейту, она моя. делаешь? Отдай это ему. Она моя. Мусюэ, спасибо тебе. Твои друзья это мои друзья. Считай это просто небольшой услугой. Вутин, идем со мной. Куда? Домой. Домой? Наверняка он долго голодал. Да. Не спеши, ешь медленно, еды хватает. Они нас не кормили. Я так давно ничего не ел. Он ходит, ест и разговаривает, как нормальный человек. Просто не помнит ничего из своего прошлого. Не помнит даже собственного имени. Думаю, лекарь был прав. Когда он упал со скалы, ударился головой и потерял память. И как же нам его вылечить? Лимо, Мусюэ, слышал, вы привели кого-то с собой? Это он? Мы увидели его на рынке рабов. Он друг Лимо. Поэтому мы привели его домой. Иди сюда. как ты могла привезти в дом человека неизвестного происхождения, если узнает вождь? Не волнуйся. Он один из четверки избранных небесного управления, о котором я рассказывала, Вутин. Он упал со скалы и потерял память. Потеря памяти? Он не помнит ничего из прошлого, даже своего имени. Лимо, не волнуйся. Ради тебя я приведу для него лучших лекарей нашего племени. Вряд ли это поможет. Ему сейчас лучше оказаться в знакомом месте со знакомыми людьми. Я единственный человек здесь, которого он знал в прошлом. Я должна позаботиться о нем. Лимо, с тобой рядом будет человек, который ничего не помнит. Это очень опасно. Да еще и мужчина. Он не причинит мне вреда. Он потерял память, а если он тебя не помнит? Давай так. Я приготовлю для него комнату и дам ему пару слуг. Я беспокоюсь, что он может навредить тебе. А давай так. Пусть сначала господин Вутин поживет в моем доме. У меня хватает комнат и прекрасный сад. Двое слуг будут следовать за ним днем и ночью. С ним ничего не случится. И Лимо сможет часто с ним видеться. Лимо, не волнуйся. Я позабочусь о господине Вутине. Хорошо. Спасибо вам. Продолжим поиски в западном и восточном направлениях. Давай разделимся, а потом встретимся на этом же месте. Юи Чунтон, что ты здесь делаешь? По приказу начальника шестого департамента господина Хана, Ленсио немедленно должен быть доставлен на допрос. Вы тоже служащие и должны следовать правилам. Небесное управление шестой департамент слишком сильно отличаются, чтобы Хан Лун имел право нас Я хочу вам что-то сказать. Какие еще уловки ты приготовил? Зачем мне какие-то уловки? Вы слишком предвзято ко мне относитесь. Думаю, я вам просто не нравлюсь. А я вообще-то хороший человек. Но служба есть служба. Наш начальник известен своей жестокостью. Если Ленсио со мной не вернется, боюсь, я понесу серьезное наказание. Это проблема шестого департамента. Отойди. Я понимаю, что вам не очень хочется со мной возвращаться. Тогда давай проверим, чьи боевые навыки лучше. Мне некогда с тобой играться. Я должен выполнить приказ. Прошу вас о сотрудничестве. Брат Лен. Раз он так хочет, я с ним сражусь. Хорошо. Давай. Брат Лен. Действительно невероятно. Я проиграл, так что я ухожу. Теперь мне точно не составит труда схватить его живым. Брат Лен. Он тебя отравил. Брат Лен. Прекрасно. Теперь ты выглядишь как тот господин Вутин, которого я знаю. я что-то не так надел? Нет, все в порядке. Я просто не ожидала, что ты такой красивый. О, да, господин Вутин известен в столице своей красотой и изяществом. Девушки выстраивались в очередь возле небесного управления, чтобы только разок на него взглянуть. В твои слова очень трудно поверить. Судя по тому, что ты сказала, Вутин в сто раз лучше меня. А я даже не помню прошлого. Разве я могу с ним сравниться? Конечно, можешь. Ты просто временно потерял память, Лимуа. Можешь рассказать, каким был Вутин? Вутин просто невероятно талантлив. Он умеет писать стихи, разбирается в сортах чая и вина. Он знает абсолютно всё. Его боевые навыки очень высоки. В дополнение к своим талантам, господин Вутин умеет очень преданно любить. Они с госпожой Жуень поклялись друг к другу в вечной любви. К несчастью, госпожа Жуень была вынуждена выйти замуж за другого человека. Господин Вутин подумал, что Жуень умерла, но так и не смог полюбить другую. А что с ними дальше произошло? Хуже они наконец воссоединились. К несчастью, разум госпожи Жуень контролировал повелитель Ань. И в конце концов, он убил ее. Этот повелитель такой мерзавец. Я всегда восхищалась мужчинами, умеющими хранить верность в любви. Такие мужчины всю жизнь берегут и защищают свою единственную любовь, не покидая и не предавая ее. Я всегда мечтала встретить такого мужчину, а сейчас он прямо напротив меня. Даем друг другу клятву и сто лет не изменим ей.